Пока на этой площадке вместо скейтбордистов разъезжают камазы, а вместо детского смеха гремят молотки. Полтора месяца назад скейтпарк кинотеатра «Стерео» был демонтирован. Площадка переехала в район Виллы Вера. Глядя на кучу стройматериала и щебня, кажется, работа здесь не початый край. Однако строители уверяют, скейтпарк будет сдан в срок. Откроется он, предположительно, 12 июня фестивалем экстремальных видов спорта. На новом месте монтируют старые конструкции, но к ним добавят и новые элементы. Во-первых, парк, конечно, будет усовершенствован намного. Во-первых, появится ограждение, будет абсолютно новое освещение, появится видеонаблюдение, будет рядом расположен туалет, чего не было на прежнем месте. И, конечно же, тот парк строился три года назад. За три года движение экстремальных видов спорта очень быстро меняется. Поэтому, конечно же, с согласованием с ребятами, которые занимаются данным видом спорта, будут добавлены новые фигуры. Кстати, те, кто больше всего ждет открытия скейтпарка, заглядывают на площадку, консультируют, дают советы, как организовать спортивное пространство. А вот адлерские ребята не ждут, а прыгают, бегают и осваивают новые элементы. Площадка в парке Бестужева пустеет лишь по ночам. Ежедневно сюда приходят тренироваться поклонники воркаута, паркура, велосипедного спорта. И не просто проводить время, а тренироваться. Мастер-класс дают волонтеры, профессиональные спортсмены. Как это может быть скучно, если учить детей, чтобы они занимались спортом, а не просто так сидели. Это наоборот даже очень хорошо, что дети занимаются спортом. Мне это самому приятно. Здесь все как в спортивной школе. Занятия начинают с разминки, далее основы спортивной дисциплины. И только освоив первые уроки, допускают покорять элементы паркура. За происходящим в экстрим-парке наблюдают взрослые. Увиденным довольны. Мы бы просто так не привели бы и не отдали деток. Правда, мы контролируем, сами приезжаем тоже, смотрим, как занимаются с ними. Ребята очень хорошие, взрослые, серьезные, систематические занятия. Не бывает так, чтобы они пропустили занятия. Под контролем управления молодежной политики в Сочи открыты 42 площадки. Но только три подходят для экстремальных видов спорта. Впрочем, в разгар каникул откроется еще одна в Лазаревском районе. Так что сочинские школьники к началу учебного года не только отдохнут, но и подтянут физическую форму. Дина Отман, телекомпания ФКТ.